МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! 2021 год в нашей республике объявлен годом здоровья и активного долголетия. И мы начинаем цикл репортажей о людях, живущих рядом с нами, готовых открывать секреты профессионального мастерства и делиться житейской мудростью. В нашем районе немало таких активных и инициативных людей. Они трудятся в разных сферах – медицине, образовании, культуре и многих других. Объединяет их одно – любовь к своей профессии и родному краю. Одна из них – наша следующая героиня Альфия Галиулина. Пошли длительного скрылокаткания, застревания пищи. О профессии врача Альфия Галиулина грезила с малых лет. Примером для подражания стала местный фельдшер, участница Великой Отечественной войны Зифаупа. Она обслуживала сразу несколько деревень в округе. Была и врачом, медсестру и акушеркой в одном лице. Маленькая Альфия тем временем лечила кукол и точно знала, что хочет помогать людям. После восьмого класса поступила на фельдшерское отделение Бирского медицинского училища, где проучилась четыре года. И с 17 марта 80-го года я вышла на работу, вот трудовая моя деятельность. Началась 40 лет тому назад. А потом поступление в Бирский мединститут, 6 лет учебы, параллельно работа на скорой помощи. И 1 августа 1986 года мы приехали с мужем и с ребенком сюда, в ЮНО, на работу, вести хор уже вместе, 36 лет. С 1986 года работала участковым терапевтом. С 92-го, 10 лет была заведующей кардиологическим отделением районной больницы. Отмечает, что опыт работы в стационаре дал хорошую практику, возможность дольше наблюдать за динамикой выздоровления человека, быть ближе к нему. Работу нашей героини нельзя назвать рутинной. Жизнь часто делала крутые повороты. 15 лет Альфия Назифовна руководила Бюро медико-социальной экспертизы. А теперь вновь вернулась в поликлинику, где ежедневно принимает более трех десятков человек. Я очень рада, что я всю жизнь трудовую проработала в ЮНО на одном месте, получается. Для меня очень важно то, что работая в одном районе, в одном городе, работая всегда в своем коллективе, с коллегами, понимаешь проблемы и района, и населения, и проблемы своих коллег, и рада тому, что я могу чем-то помочь и населению, и своим коллегам, и получаю от этого удовольствие. Я бесконечно благодарна нашему старшему коллегу врачей. У нас в 1986 году приехало 9 человек сразу. Это был самый большой приток врачей в Янаульскую районную больницу. Мы жили очень дружно, да и сейчас, все, кто здесь остались, мы очень дружно живем, коллектив такой у нас дружный, как там говорим, своя группировка. Но в то же время нас так хорошо приняли старшее поколение врачей. Вот сейчас, если я кого-то не назову, могут обидеться, но это первые шаги, это под руководством докторов. Там же семейные все у нас были, Гельмуддиновы, Сейфуддиновы, Гелиевы, Васильевы. Наша уважаемая Хальдахам Зиевна Кпаева, который вот нас учил работать в отделении терапевтическом. Естественно, очень рада я работе совместно с Анатолием Борисовичем потеряем, потому что работаю в кардиологическом отделении. Мы всегда параллельно вели больных. И теперь те же самые коллеги, которые еще работают, Валерия Фаридагамовна, вот мы вместе начинали. Геннадий Тимирханович Ниаматов тоже работали вместе. Доктора Ганиевы с ними работали, и вот когда в кардиологии работала, и сейчас вот в поликлинике работаем. Унира Гайфоловна, Домира Ханифовна, они делились с нами опытом так ненавязчиво, без руганий, без этих едких замечаний. Когда надо, могли поругать, когда надо было, могли показать наши ошибки. Но в то же время помогали ей словным делом. Сейчас Альфия Назифовна – один из опытных специалистов Янаульской районной больницы. К ее мнению прислушиваются и коллеги, и начинающие врачи. Она, в свою очередь, всегда готова протянуть руку помощи, дать совет, поддержать в трудную минуту. Гульшат Ахатова работает в Янаульской больнице всего полгода. Благодаря поддержке старших коллег быстро освоилась. Я работаю в коллективе в течение полугода уже, и за этот период я узнала Альфию Назифовну только с лучшей стороны. Она очень добрый, чуткий человек, всегда поможет в нелегкой и непростой ситуации, например, даже с пациентами, помочь с диагнозом, с диагностикой, с лечением. Если будут вопросы, к ней всегда можно обратиться. Она очень энергичная, позитивная, она со своей энергией, энергией и позитивным своим заряжает на самого утра. Как часто признаются сами врачи для пациентов, порой куда важнее соучастие, внимание, желание врача помочь, чем профессиональные заслуги и регалии. Альфия Галиулина не занимает ни профессионального мастерства, ни душевного тепла. Кроме работы на приеме, Альфия Назифовна ежедневно выезжает к пациентам, требующим помощи на дому. Республиканский этап конкурса «Трезвое село-2020» близится к завершению. Активно участвуют в нем победители муниципального тура, жители села Орловка. Так, днем 16 февраля в центре села было оживлено. Подробности далее. «Трезвое село» мы сегодня проводим мероприятие для вас, для того, чтобы вы были здоровы, активны. Спортивный фестиваль «Алга-молодежь» для старшеклассников Орловской школы организовал молодежный совет при Совете Наульского района. По условиям квеста, каждая из команд должна была пройти четыре площадки, преодолев различные испытания. Катание на тюбингах, метание дротиков в цель, сбивание кегль, отгадывание загадок. Ребята с удовольствием и азартом соревновались друг с другом. Показать лучший результат хотелось всем участникам. Активное времяпрепровождение согревало в этот морозный день. «Я считаю, что детей нужно с детства учить здоровому образу жизни, приучать к активному отдыху. И ребята молодцы, они очень активные, интересные, они с удовольствием общаются, знакомятся. Я думаю, что у села Орловка достойное будущее и у ребят дальше будут ждать только хорошие впереди, потому что они настроены на активность, они очень позитивны. Квест вообще очень популярный в наших мероприятиях, мы часто используем квесты. Ну, чем они интересны? Во-первых, они, то есть это такой более подвижный, так скажем, вид мероприятий, где можно на самом деле расслабиться и отдохнуть, и немножко забыться о своих там обычных, обыденных делах, там от учебы. И, ну, проходит, как правило, это весело. В полуфинал вышли две команды, они и сразились в финале, продемонстрировав умение играть в хоккей на снегу. Самой сильной и ловкой в этот день оказалась команда «Молния». Все участники молодежного фестиваля были награждены почетными грамотами и памятными подарками. После игр на свежем воздухе состоялся автопробег «Трезвый по дороге жизни». Его инициатором выступил совет отцов сельского поселения. Колонна машин, украшенная шарами и плакатами, с призывом вести здоровый образ жизни, направилась от центра села до выезда на Уфимскую трассу и вернулась обратно. Более десятка автолюбителей выразили таким образом свою любовь к активному и здоровому образу жизни. Мероприятий для мужчин проводится очень мало, поэтому решили провести какое-то необычное мероприятие, которое ранее не проводилось в сельском поселении, и выбрали автопробег. Мужчины у нас очень заинтересовались. Сегодня в автопробеге, которое у нас было названо «Трезвым по дороге жизни», приняли более 13 машин. Участие в автопробеге наши мужчины сегодня восприняли на ура, потому как очень мало мероприятий проводится именно для мужчин, и они уже заинтересовались. Действительно, они пропагандируют здоровый образ жизни, и можно смело заметить, что автолюбители села Орловка пропагандируют и ведут здоровый образ жизни. На финише глава администрации сельского поселения Орловский сельсовет Любовь Шамшурина вручила автолюбителям медали за участие в автопробеге и пожелала оставаться такими же активными и инициативными. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Енаульского телевидения. А уже 18 февраля в рамках республиканского конкурса в Орловском сельском доме культуры прошло театрализованное представление «Сватовство в русском стиле». За игрой артистов смогла поднаблюдать и наша съемочная группа. На сцене разыгралась история из далекого прошлого. По традиции обряд состоит из четырех частей – сговор, сватовство, плач невесты и выкуп. Работники культуры и местные жители постарались реалистично отразить один из самых важных этапов семейной жизни, а также учли все моменты обряда, продумали и создали убранство дома, одежду и даже музыкальное сопровождение тех лет. Зрители с интересом наблюдали за действием на сцене. Очень все понравилось, то, что вообще вспомнили, вот такие традиции старинные. Нам сначала, ну, нас спрашивали, какие будем, что будем показывать, что-то из старины совсем, из старины, там, из дворянства или посовременнее. Ну, нам, конечно, понравилось, чтобы вглубь туда углубиться. Ну, и пересмотрела, и бабушка рассказывала, как это все раньше было. Ну, не знаю, мне показалось, у меня как-то главная роль, я сваха, должна была соединить молодых. Очень интересно. Сначала я, как бы, мне сказали, я противилась. Ну, как это я свадьба, баба Мариха, ну, как бы так. Потом уже начали репетировать, мне понравилось, я вжилась вроде бы, как мне так кажется. Продолжение встречи перед присутствующими выступила глава администрации сельского поселения Любовь Шамшурина. Она поблагодарила актеров за отличное исполнение и отметила, что такие мероприятия необходимы, чтобы помнить свою историю. Своими впечатлениями сельчанами поделился и гость праздника, главный врач Киноурской центральной районной больницы Тимур Мадьяров. Он пожелал жителям здоровья и призвал участвовать в вакцинации от коронавирусной инфекции. Бурными овациями поблагодарили актеров за отличное исполнение и зрителей. Мы решили углубиться в глубокое прошлое. Почему? Потому что это интересно, это захватывает дух. Тем более, что на территории сельского поселения уже давно не проводились такого рода мероприятия. Население у нас очень активное. Они ходили на репетиции. И сегодня для нас продемонстрировали довольно-таки на очень хорошем уровне вот это вот кетерализованное представление сводовства в русском стиле. Жители села Орловка, которые пришли сегодня на данное мероприятие, очень были довольны. Они увидели еще раз, они окунулись в прошлое. Они все это вспомнили. Для них это очень значимо, ценно. Почему? Потому что действительно соблюдать все вот эти вот традиции и рассказывать это поколению из поколений, передавать это очень здорово и это очень значимо. Так как у нас на территории проживают еще представители других национальностей, мы также будем проводить удмуртские праздники, башкирские, татарские и другие. Мы постараемся сделать так, чтобы вспомнить традиции всех народов. Тем временем в фае сельского дома культуры развернулась выставка работ «Мастерить села». Каждое изделие было выполнено с любовью и душой. Гости праздника смогли в очередной раз оценить и заметить разнообразие культурных традиций местных жителей. Гульнара Сидтикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. В понедельник, 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный год за пределами Отечества, в нашем районе прошли мероприятия, посвященные этой дате. Исполнилось 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Сейчас в нашем районе проживают 99 военных-интернационалистов, участвовавших в боевых действиях за пределами страны. В этот день собрались ветераны боевых действий, родные и близкие погибших солдат-школьники. Участники мероприятия направились к монументу боевой и трудовой славы и памятнику воинам афганцев для того, чтобы почтить память погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Они возложили цветы к памятнику скорбящая мать и отдали дань уважения тем воинам, кто не вернулся с полей сражений, и всем тем, кто потерял своих близких и родных людей. Торжественная часть продолжилась во Дворце молодежи. Здесь перед собравшимися выступил управляющий делами администрации района Рустам Фадхулин. Он выразил слова благодарности всем тем, кто ценой своей жизни сражался за мир и тем, кто воспитал настоящих мужчин, защищавших свою страну. Матерям погибших на войне солдат вручили памятные подарки. Военный комиссар Янаульского и Калтасинского районов Марат Харрисов призывал помнить о героях локальных войн, тех, кто исполнил свой воинский долг. Председатель общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Янаульского района Римма Фазылова напомнила всем о том, какой ценой доставались победы. Тогда еще совсем молодые люди проявили верность данной родине присяге. Вы показали высокие образцы мужества, стойкости и героизма. Грудью защищали территориальную целостность нашего государства. Честь и слава тем, кто и ныне самоотверженно выполняет задачи по борьбе с международным терроризмом, обеспечивая мирную жизнь населения. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым днем становится все меньше. Их сегодня всего-то осталось шесть человек. Вы, видевшие в них эталон мужества и доблести, приняли эстафету патриотического воспитания молодежи на героических примерах земляков-современников. Тем самым доказываете, что патриот – это тот, кто живет общей жизнью с Отечеством, ежедневным трудом, реальными делами. Медаль за доблестную службу в Афганистане в воздушно-десантных войсках вручили Гавису Ширгазину. Работники культуры подготовили танцевальные номера и вокальные композиции. И что старые раны к ненастью болят, Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у светого огня? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, Хоть друзей коронил и хоть на смерть стоял. Отчего же ты замен на сердце ладон, А в глазах, как пучья, отразился огонь? Ну, призвался я в 80-м году, 25 октября. Военная часть Егоршина нас призвали. Попал в учебку, в Прибалтику, в Литву, в Каунас, в город Каунас. Полгода служил, учился там. На телефонную механику ЗАЗ, на секретную аппаратуру связи. После учебки направили меня в Медвежьи озера, в Подмосковье. Там полгода служил. А потом командир роты подошел и сказал, Хотите, направим вас в Афганистан. Какие у вас, говорит, семейные положения? Все спросил. Я говорю, у меня все нормально. Тогда, говорит, готовьтесь. И вот призвали меня в декабре месяце, мы улетели в Афганистан. Приземлили в Шкабуле. Потом нас направили в 357-й полк, там находился. И оттуда распределили на охрану резиденции Баврака Кармаль. Там президент был в то время. Вот эту резиденцию мы охраняли. Вот, ну, каждую неделю выступали на боевые действия, в кишлаки, боевые операции проводились. У меня Миша Прозничев был, друг. Вместе призывали с Медвежьих озер. Он, к сожалению, погиб. Он при операции, ну, гушманами, в кишлаке, когда нас окружили, он прикрыл офицера и погиб. Вот такие случаи были у нас. Ну, желание было, скорее бы, домой вернуться. Такое желание было. Живым, здоровым. Такое желание было. Быстрее бы это кончилась война, быстрее бы на дембель и вернуться домой. Такое желание. Это уж у всех самое заветное желание было. Ну, вот дата для меня, конечно... С одной стороны, как праздник этот, вывод войск. Ну, с одной стороны, вот вспоминаю своих погибших друзей. И вот через память я хочу... Грусть... Грусть идет тоже такая. Грустно вспоминать своих погибших друзей. В завершении встречи все желающие смогли посмотреть башкирский военно-патриотический фильм «Сестренка». Встреча старых друзей получилась теплой и трогательной. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Пожилой житель Янаульского района едва не замерз насмерть, но благодаря внимательности и чуткости Алексея Нуриева из села Старый Варяж благополучно вернулся домой. Подробности этой удивительной истории далее в нашем эфире. Я остановился, черное что-то лежит возле дороги, думал, что авария. Вот человека сбили или бросили, думал, вот вышел из машины и подошел к нему. По этой дороге Алексей Нуриев каждый день ездит в город. Вот и в то утро 16 февраля он поехал в Янаул и заметил в кювете силуэт мужчины. Незнакомец почти не шевелился, его руки и ноги сковал мороз. В то утро столбик термометра показывал ниже 30 градусов. Нетрудно представить, какая участь ждала пенсионера, если бы в те минуты не появился автомобиль Алексея. Может мертвый, может живой еще. Вот так просто остановился. Больше ничего. Ради героизма или славы я нет. Вообще не хотел, что так получится. Просто как человек у человека остановился. Вдруг помощь нужна. Вот и все. Ну пытался он ползти, у него просто не двигаются ноги, руки уже на животе лежал. Просто пытался, пытается, но не может уже. Мы его подняли и на машину. И ноги не двигаются уже, кое-как заполкали мы его еще. Как стало известно позднее, пожилой человек оказался в этих краях не случайно. 80-летний пенсионер родился и вырос в деревне Нанеды. Там не по сей день живут его родственники. Видимо, его потянуло в родные края. Правда, до деревни он так и не дошел. Сначала спрашивали, откуда, кто, ни в чем ничего не отвечал. Ничего не понимал он уже, окотеневший был уже, ну как замерзший уже. Ну что, остается человека забрать, раз место есть, куда, не знаем, везти, кому. Ничего не говорит, ничего не отвечает. Потом мы в Ямодинскую больницу повезли их. И там хорошо его приняли, чаем напоили, горетьми чаем, крепкими чаем. Вот и все мои дела. Фото незнакомого дедушки, потерявшего память, быстро разошлось в социальных сетях. И спустя несколько часов его все же узнали. Осмотрели в приемном покое районной больницы и отвезли домой. Пенсионер серьезно не пострадал. Восьмое заседание Совета городского поселения города Янау пятого созыва прошло 18 февраля. Подробности далее. На повестке дня были представлены отчеты о проделанной работе в 2020 году. Председатель Совета городского поселения Фарид Харисов рассказал о формировании исполнительной и представительной власти городского поселения. Мандаты распределись следующим образом. Единая Россия девять депутатов. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, гражданская платформа по одному депутату. Путем самого движения два депутата. Несколько часов в составе Совета депутатов пятого созыва. Надо отметить, что депутатский корпус существенно обновился и немного омолодился. восемь депутатов Совета были избраны впервые, что составляет 53,3%. А семь депутатов работает уже не первый созыв. Составе депутатов 14 мужчин и одна женщина. Фердовес Мендияров в своем докладе отметил, что работа администрации направлена в первую очередь на создание комфортных условий жизни горожан, на благоустройство и на санитарное содержание города, ремонт и содержание дорог, уличное освещение и на организацию тепловодоснабжения. За последние два года проделана большая работа по газоснабжению жилост домов города Янову. За этот период удалось газофиксировать 110 домов на 15 улицах города. В планах газофикации оставшихся 50 жилост домов. Администрация городского поселения является учредителем муниципального казенного учреждения управления благоустройством города Янову, который занимается в основном переселением газов из аварийного жилья. В целом можно считать, что 2020 год прошел успешно. Проделана большая работа в сфере ремонта дорог и благоустройства дворовых территорий города, построены детские площадки, постели на асфальт, облагорожено множество подъездов в домах города. Также в сфере пожарной безопасности одиноко проживающим гражданам частного сектора установлены пожарные извещатели и выданы памятки. Регина Фазылова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 4 миллионов 139 тысяч жителей. В Башкортостане их число 27 тысяч 298 человек. В России 13 тысяч 433 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 152 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказал врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 18 февраля в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается пока напряженной. Продолжается снижение заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 27 пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них 5 пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. На карантине на 14 дней находятся 97 контактных лиц. Что касаемо вакцинации от COVID-19, в Янаульский район с декабря поступило всего 1040 доз вакцины гамм-ковид-вак. В том числе это пациентам с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет и работникам предприятий. На сегодня привито 950 человек. Вакцина в наличии имеется. И поэтому мы рекомендуем непереболевшим привиться от новой коронавирусной инфекции. Желающим привиться необходимо записаться на вакцинацию через госуслуги или по телефону регистратуры 21012 и подойти в привычный кабинет номер 117. Ну а пока заболеваемость в районе регистрируется и все-таки есть риск заболеть. И рекомендуем соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! 18 февраля для юных воспитанников коррекционной школы стал необычным днем. 9 лучших учеников посетили хоккейный матч команд Салават Юлай и Акварс в Уфе. Это стало возможным благодаря приглашению главы республики Башкортостан Радия Хабирова. В сентябре прошлого года во время открытия коррекционной школы он пообещал воспитанникам эту поездку, но мероприятие пришлось отложить из-за пандемии. И вот теперь желание ребят воплотилось в жизнь. Организаторы постарались сделать все, чтобы у детей остались только положительные воспоминания. Детям подготовили праздничный стол со сладкими угощениями и памятные подарки. А самым приятным бонусом стал увлекательный матч с победой любимой команды. На эти соревнования посмотреть, конечно, хотели поехать не только эти дети, а все дети хотели поехать. Но поехали самые лучшие. Эмоции у нас зашкаливают. Как я, учитель физкультуры, надеюсь, что детям это будет способствовать к совершенствованию занятий физической культурой и спортом. Ну, мотивация на будущее. Так как мы очень редко выезжаем на соревнования и почаще бы нас вызывали руководители на такие мероприятия культурно-развлекательные. Военно-спортивная игра «Зорница» прошла в Янаульском лицее 15 февраля. Участие в соревнованиях приняли ученики седьмых-восьмых классов. Школьникам предстояло выполнить немало интересных и увлекательных заданий. Например, перенести с поля боя раненого товарища, показать свою физическую подготовку, пройти полосу препятствий и многое другое. Каждая команда хотела проявить себя в полной мере и прийти к победе. Достигнуть заветной цели ребятам помогли сплоченность, взаимовыручка и принятие правильных решений в экстремальных ситуациях. Близится самый мужественный праздник в этом году День защитника Отечества. Праздник мужества, отваги, смелости, храбрости. И ежегодно, традиционно, в Улице проводят мероприятия, посвященные этому дню. Вот и сегодня среди обучающихся седьмых-восьмых классов также проводятся мероприятия, где наши мальчишки, девчонки будут соревноваться в таких этапах, как оказание первой доврачебной помощи, минное поле, будут показывать сигналы бедствия, вязку узлов и многие другие интересные состязания. Заранее должны были ребята продумать девиз, название отряда, форму подобрать соответствующую, ну и некоторые элементы стрелевой подготовки. Все это отрабатывалось до с классными руководителями и с учителем ОВЖ. И это, пожалуй, все главные новости уходящей недели. Впереди прогноз погоды, берегите себя, оставайтесь с нами. 21 февраля ожидается пасмурная погода без осадков, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, температура воздуха ночью минус 23, минус 25, дню минус 19, минус 21 градус. По данным ЧС в республике ожидается облачная погода с прояснением местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 25, минус 30, при прояснениях до минус 35, днем минус 17, минус 22 градуса. 23 февраля, день воинской славы России. В этот день в 1918 году в районе деревень Большой и Малая Лопатина под Псковом бойцы 2-го красноармейского полка вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на войну. По инициативе Петроградского совета 23 февраля стало считаться днем создания рабоче-крестьянской Красной Армии. С 13 марта 1995 года 23 февраля отмечается как День воинской славы России, День защитника Отечества. Находка объявляет месяц Черной Пятницы на консервированную продукцию. Зеленый горошек 21,99. Маслины без косточки 39,99. Щи из свежей капусты 500 грамм 35,99. Только до 28 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. Внимание! 19 и 20 февраля во всех аптеках Формленд скидка от 15 до 20% на все. Аптеки Формленд. 19 и 20 февраля. Запомните! Скидка до 20% на все. Обалденные десерты от находки по вкусным ценам. Вафли мягкие 600 грамм 99, конфеты и сладкий орешек 1 килограмм 219, чай бета 250 грамм 159 рублей. Срок акции по 21 февраля 2021 года. Подробности у продавцов. 23 февраля. Приглашаем всех желающих на спортивный фестиваль «Зимняя карусель» в Тюбинг-парк Таш-Елга, посвященный Году здоровья и активного долголетия. В программе семейные эстафетные игры, соревнования по отдельным видам спорта, гиревой спорт, перетягивание каната, армрестлинг, спринтерский забег на 500 метров, бег в мешках. Конкурс детских рисунков на снегу, зимние узоры и многое другое начало в 14 часов. Уважаемые и на улице, любители лыжного спорта, приглашаем вас 27 февраля принять участие в лыжных соревнованиях, приуроченных ко дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье. Начало регистрации 10 часов, старт в 11 часов. Место проведения – сквер улицы Некрасова. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Коронавирус создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей, поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места. Меньше пользуйтесь городским транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику, вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Живей, я кому сказала? И так из-за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут? И в кого ты такой пошел? Ну купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была! А что новый телефон? Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно, позвонить легко. Спасение, предупреждение, помощь. Каждый день мы делаем эти слова реальностью, жизнью, где нет горя и слез. Только вместе мы остановим беду. Продолжение следует...